Унылые будни, скучная работа, повторяющиеся изо дня в день жизненный алгоритм. Узнаёте в этой схеме себя? Или вы себя уже потеряли? Очнитесь! Выход есть! Апп Икс. Заходите на сайт, пополняете баланс, делаете ставку и наблюдаете, как она ежесекундно умножается до тех пор, пока не остановите процесс и не получите заработанное. Правда, легко. Эту функцию можно поручить автомату. Желаете прямо сейчас получить весомый бонус-подарок? Тогда ныряйте по ссылке в описании и бесплатная игра — ваша. Заметьте, минимум рисков, а выиграть может каждый. Здрасте. Короче, я подключил вот этот золотой дождь ебучий, поэтому предыдущая транса отвалилась нахуй. Поэтому будем сидеть в новой. Здрасте всем! Здрасте всем! Привет всем! Как ваши дела? Скажите, хорошо ли меня слышно? Давайте с этого начнём. Если меня хорошо слышно, то сообщите мне об этом своим. Ну, в чатик напишите, типа, всё заебись. Тебя слышно отлично? Или тебя нихуя не слышно? Давайте начнём с этого, потому что в другой ситуации нам конструктивный диалог не построить. Это замечательно. Сейчас подождём ещё немножко людей. Если 2-2-8 человек — это не наш потолок. А если наш, то похуй. Ну, сейчас ещё буквально минутку. У меня там Кент в соседней комнате спит. Попёрдывает, вы не обращайте внимания. Ждём всех наших котиков. И начнём разговор. Вот, попиздим немножко. Вот, Артём Вора в чате. Можете передать ему, что всё круто. Я обещал Трансу в 7 часов. Я в 7 часов её запустил. Сейчас. Буквально ещё минутку. И начнём. Поэтому попиздим про альбом. Попиздим про концерты будущие. Про вообще... Ну, типа... Я очень долго что-то... Не активничал в социальных сетях. От меня, блядь, тысяча 2 человек в Инстаграме отписалось. Если ты отписался, ну, вот ты сидишь сейчас на Трансе, а ты пидорас. Мы тебя, короче, коллективно не любим. Угу. Бля, волосы... Ну, кстати, можно распустить. Отрастает потихонечку патлы. А, похож на... Хуй знает. На смесь Беспризорника и Николаса Кейджа. Вот. Короче. Ладно. Видимо, народу больше пока не ожидается. Поэтому рассказываю. С чего начнём? Ещё раз здравствуйте всем вновь прибывшим. Очень рад вас видеть. Очень крайне. Вас люблю и уважаю, что вы с нами. Я побрился ради вас. Ради вашего визуального удовольствия. Вот. А где я, собственно, проёбывался, я сейчас и расскажу. У меня есть несколько забавных историй и интересных по поводу того, что вообще будет дальше. И давайте начнём с концертов. Короче, есть тут вообще господа, которые собираются прийти на наши прощальные концерты в 24 марта в Москве в клубе «Город» и 4... Нет, 24 февраля в Москве в клубе «Город», 4 марта в Питере, в, так сказать, клубе «Ионотека». Очень не хотелось это озвучивать. Ну вот. Если есть такие люди, целую вас. Если нет, то... Грустно. Ну, 3-го, я, Артур, я... 3-го марта, да. 3-го марта в Питере. Я извиняюсь. Короче, вот. История какая. Почему на эти концерты стоит сходить, если вы не собираетесь на них приходить? Если вы подумали, что, блядь, можно... Я вот школы попью, блядь, две шавермы, можно купить такие деньги, ебать. В нашей стране скоро шаверма станет валютой, потому что, как вы знаете, скоро интернет нам закроют. Мы совсем все одичаем. Вот. Останутся только Mail.ru агент и киоски с шаурмой. Будем ими меняться. Может, еще останутся дошики, но это хуй знает. О! Дмитрий Бамберг, салют. Да, давай. Давай, пацаны. Ток с Дмитрием Бамбергом, я считаю, достойное завершение ситуации. Поэтому, да, можно будет сделать. Можно будет сделать с кайфом. Короче, вот, почему стоит прийти на эти концерты и чем они так интересны. Во-первых, будут замечательные гости. Гостей все любят. Я тоже люблю гостей. Я сейчас сам нахожусь в гостях. Собственно, это все, что вам нужно знать об этой ситуации. Гости будут прекрасные. Многих из них вы видели, многих из вас вы не видели. Всякое бывает. Очень интересно. Очень много будет замечательных людей. Мы будем петь совместные песни. Вот. Это во-первых. Во-вторых, почему еще? Многие жалуются, что, Федор, твои концерты очень короткие. Мы очень хочется вот нам потусоваться. Очень мало времени. Эти концерты, если мы сделаем полную программу, а мы хотим сделать полную программу, будут длиться порядка двух часов. Здорово, Бейконбой! Будут длиться порядка двух часов. Мы, как большие мальчики, наконец-то сможем это сделать. Я надеюсь, что во время концертов я смогу наконец-то похудеть, привести свою ряху, так сказать, в порядок. Это будет за-е-бись. Вот. Почему концерты будут длиться около двух часов? Потому что мы, наконец-то, начнем исполнять не последние песни или там лучшие песни или песни с последнего альбома, а начнем исполнять всю нашу программу. То есть мы начнем. Я хочу начать аж с EP Нож, например. Да, если кто-то его помнит. Это было там тысячу лет назад. И закончить последним релизом The Box и там с синглами которые вышли или еще выйдут. То есть мы споем все лучшие песни за всю вот эту историю Феди Букера, да, Букера де Фреда, Букера впоследствии. Поэтому, если вы любите там какие-то вот это всратовое музло в стиле Мистер Дудец, которое меня постоянно требует, то приходите и он тоже будет. Я очень не хочу еще раз исполнять. Он меня просто заебал еще до того, как вышел, но пацаны ради вас. Футболки покажи пизду быстро. Вы можете купить нигде. Вот. Короче, приходите. Вот. Будут песни, начиная с нож, эйтбол, юность. Даже с фристайла наверное что-то исполним. Короче, программа будет плотненькая, программа будет приличная, программа будет что надо. Вот. И прощальные концерты. Многие спрашивают, почему концерты прощальные. Многие спрашивают, что дальше. Этого можете узнать, если вы придете, собственно говоря, на концерты. Сразу говорю, это не какие-то истории в духе смены никнейма, прочую хуйня. Нет, я Федя Букер, Тилай Дай, потому что под другим. Ну, короче, если тебя друзья называют, да, Федя Букер, я бы все, братан, больше крутиться не буду, меня самого сейчас вырвут. То, как бы, можно сделать определенные выводы. Поэтому приходите на концыки, все расскажу. Так, я вот не понимаю, короче, что со звуком, это залупа какая-то. Но она случается, поэтому я надеюсь, что все будет окей. Вот. Поэтому приходите на концерты, все покажем, самое интересное, все расскажем. Я могу вам пообещать, что вы не уйдете расстроенными, обиженными. Короче, никакой вот из спектра вот этих отрицательных эмоций от наших концертов вы пережить не сможете, только положительные. Я обещаю, кстати, никого, ни на кого не прыгать, не падать и больше не буду угрожать дракой людям, которые выливают воду. Ну, больше не буду на них кидаться, больше не буду орать. Короче, все будет хорошо. Пацаны, приходите на концерты, не бойтесь, не стесняйтесь, будет интересно. Это два. А три это по поводу мерча. По поводу мерча все спрашивают, какую можно купить футболочку, скоро ли можно будет нам прибарахлиться. Многим людям в такие аномальные морозы не в чем ходить, люди не могут выйти из дома, пишут там переездай футболки молодой чинаски, давай нам еще таких футболок, давай нам еще этих футболок, нам не в чем ходить. Да, не могут люди выйти ни в спортзал, ни в ресторан, полный пиздец. Вот, мерч будет и мы его запустим в ближайшие два дня, это будут новые футболки с новым дизайном, но этот дизайн разработан уже полюбившимся вам человеком, поэтому вы можете ожидать, что будет высокого качества, как обычно, по приемлемой цене, потому что мы все люди простые, люди из народа, мы все понимаем. Вот, футболки будут в ближайшие дни анонсированы, вы сможете купить их как с доставкой, так и сможете купить их, я думаю, даже с небольшой скидочкой, если придете на концерты, потому что там они тоже будут. Футболок количество ограничено, их расхватают, мы их переиздавать, как и всю свою предыдущую одежду, не будем, поэтому, если хотите их получить, приходите на концерты, либо оперативно заказывайте с доставкой, потому что, как показала практика, это все разбирают очень быстро, мы не можем это контролировать, мы не можем оставить людей без одежды, да, потому что иначе в чем они будут ходить? Не знаю, в мерче букин машин, наверное, да, мы не можем так поставить людей, поэтому, Аня, скинь ДЗ, я знаю, ты этого пидора смотришь, я бы не сказал, что я пидор, но Ань, пожалуйста, скинь ДЗ, потому что в школе иначе выебут, вот, футболки будут красивых размеров, если вы роскошный молодой человек, как и я, то, да, короче, если вы такой же роскошный молодой человек, как и я, то на вас тоже найдется футболочка, я надеюсь, что впервые моя футболка из моей, блять, коллекции на меня налезет, будет очень охуенно, я буду очень этому рад, вот, это два, короче, мерч скоро, нет, или это три, кто считал, по-моему, три получается, да, четыре, я забил пальцы, чтобы больше никто не спрашивал, да, вот, круто, я теперь суперский музыкант, в офис меня больше не возьмут, ни в офис, ни официантам, ни финансистам, ни на какую из нормальных работ, короче, я попасть больше не смогу, все из-за вас, стыдитесь, смотрите, блять, но это трудно будет показать, короче, когда кто-то выебывается, я могу показать вот так, че, могу показать вот так, с, и будет достаточно понятно, куда он попадет, спасибо, что посоветовал прочесть I Go To Hype, да вообще без проблем, мне очень понравилось, тоже, по-моему, кайф, вот, что еще, про новую музыку, ничего не буду говорить, маргинальное чтиво, альбом 2019 года, делайте выводы сами, я просто могу сказать, что это будет просто восхитительно, я просто охуел от того, что мы делаем, никогда в жизни на студии такого не делал, никогда в жизни столько не работал на студии, никогда в жизни так сильно не отдавался ему злу, я говорю это перед каждым альбомом, но сейчас, кроме шуток, как говорится, no cap, это действительно лучшее, что мы делаем, поэтому, как минимум, стоит ждать, и ха-ха-ха-ха-ха, что еще интересного, мы недавно сняли для вас просто охуительный подгон, просто нечто шикарное, чтобы вы понимали, это самая, наверное, моя большая творческая трата, скажем так, которую я вот делал, ну, в финансовом плане, это самая моя большая творческая трата, то есть, это вот на этот подгон, который скоро должен выйти, я потратил больше денег, чем на что-либо, на какой угодно альбом, на какой угодно клип, на какой, на типа, это, короче, самое дорогое, маргинальное чтиво это новый хёрд, маргинальное чтиво это просто пиздец, братан, ну, честно, мне нравится сам, мне нравится хёрд, но маргинальное чтиво это нечто большее, так вот, это моя самая дорогая творческая, ну, самая большая творческая трата, которую я делал, будет вот на этот подгон, мы его уже сделали, производство его в один момент затянулось на 21 час, то есть практически полный световой день, мы занимались этим и будем заниматься ещё больше, типа, сделаем для вас самое лучшее, на фоне храпит мой кент, я очень рад, что он храпит, потому что когда он храпит, он не выёбывается, вот, и, короче, это будет просто охуенно, наберитесь немножко терпения, всё выйдет очень скоро, реально, типа, мы уже на финишной прямой, вот, что ещё могу вам рассказать, я побрился, ну, как побрился, я пришёл просто в барбершоп, потому что мне срочно надо было, типа, как раз мы вот работали, мне срочно нужно было привести своё лицо в порядок, потому что у меня такая вот во время работы над маргинальным чтивом я просто ничего больше не делал, у меня отросла огромная бородища, я пришёл в барбершоп, и там какой-то товарищ, просто, я говорю, сделай мне короткую бороду, он говорит, окей, просто отхуячивает мне машинкой всё лицо, поэтому вот, я теперь handsome young man, 23 лет, вот, приезжай в Латвию, тебя тут ждут, я в Латвии не был, но возможно скоро там окажусь, не будет маргинального чтива на бумажных носителях, это очень интересный и хороший вопрос, и на него я отвечу так, возможно, выводы делайте сами, так что, в принципе, я рассказал, давайте ещё раз коротко, прощальные концерты, Питер, Москва, приходите, пожалуйста, будет большая программа, приходите, пожалуйста, хуёво звучит, давайте ещё раз, прощальные концерты, Питер, Москва, большая программа, все хиты, все, просто, всё самое охуенное, супер разъёб, дохуя гостей, приходите, очень вас жду, 24 марта, фу блядь, 24 февраля, клуб Город Москва, 3 марта, клуб Новый Ионотек, Санкт-Петербург, жду вас пиздец, это во-первых, во-вторых, альбом Маргинальная Чтива 2019, это будет просто разъёб кабина нахуй, потому что, ну не зря я не пощу больше, блядь, сториз каждый день в инстаграм, не снимаю премии эфиры, не бухаю на них от скуки, и так далее, потому что есть кое-чуть более интересное, вот, 3, мерч запустится в ближайшие дни, так что, если хотите приобрести футболочку, то лимитированная партия, новый охуительный принт, по сходной цене, также мерч можно будет купить на концертах, поэтому, делайте выводы, в принципе, тезисно это, наверное, всё, потому что мне бы очень хотелось, а, и 4, охуительный подгон, в самое ближайшее время, просто, просто пиздец, короче, я думаю, что вам это нужно, пацаны, потому что мы просто охуели, и в хорошем, и в плохом смысле, когда это делали, я думаю, что такое нельзя пропускать, так что, stay tuned, будьте на связи, следите за соцсетями, это твиттеры, блять, инстаграмы, телеграм-канал, походу, заброшен пока, поэтому, твиттер, инстаграм, вк, паблик, вот, в принципе, тезис на это всё, что я хотел сказать, и, я, честно говоря, ну, пока это проговаривал, понял, что я очень отвык за последнее время, из-за очень плотной работы, из-за творнического образа жизни, я очень отвык от какого-то общения с людьми, и мне сейчас очень трудно, короче, честно говоря, выражать свои мысли, поэтому извиняюсь, если это было костно, извиняюсь, если я не такой весёлый, жизнерадостный, как обычно, на это есть причины, и причины эти должны, поверьте мне, вас радовать, ничего плохого не случилось, всё охуенно просто, лучше, чем когда-либо, вот, поэтому, вот так, давайте, закидывайте вопросы, спрашивайте, я с радостью на них отвечу, вот, потому что с официальной частью мы закончили, ещё раз, 24 февраля клуб-город Москва, 3 марта клуб-понотека Санкт-Петербург, жду всех, жду всех, с мамами, с папами приходите похуй, моя мама ходила на концерт на мой в Бруклине и в Москве, ничего, ей понравилось, не расстроилась, если моей понравилось, почему ваши не должны, так, будут ли треки до концерта ещё? Сложно сказать, сложно сказать, но думаю, что да. Я извиняюсь, фер отвалился, потому что я никуда так не был. Так что давайте, пацаны, вопросы, какое у меня образование, думаю, все знают. по поводу прощальных концертов, по поводу всего, ну, всех таких штук, сразу говорю, даже не спрашивайте, приходите на концерты. Николап с Ларусом? Нет, к сожалению, не коллап с Ларусом, хотя мне их шмотки очень даже нравились. Всегда я, Никита Ларус сам, очень приятный молодой человек, поэтому батлы, нет, нет, определённо, потому что на это просто нет времени. Про две части коробки, короче, пока мы работали над первой, когда мы её выпустили, я понял, что коробка не совсем соответствовала моим ожиданиям, не совсем соответствовала тому, что я в неё вкладывал. Это, безусловно, отличный альбом, но эта концепция меня сейчас, как творческую единицу, не устраивает, и поэтому я просто взял и создал на её основе кое-что гораздо большее, собственно, маргинальное чтиво, альбом 2019, вот, так что это ответ, я думаю. Будут ли ещё выпуски Балдёжного подкаста, не знаю. Кузьма, Юлик, бомбите МВЛС, какие-то социальные сети, пусть приглашают, я с радостью приду. Вот, фотосессия будет до концертов, я думаю, поэтому приходите пораньше, если там купили какие-то випы. Вот, больше выпускать книгу, с книгой что-то всё застопорилось, потому что у меня появились кое-какие более интересные занятия, в творческом плане, сразу говорю, я там не нашёл девушку, не женился, не заболел, всё полная хуйня, просто делаю очень важное дело для вас и для себя в том числе, поэтому с книжкой пока сложно. альбома 2019 год, братан, 2, 0, 1, 9, не позже, ну, 9, ну, вы поняли. Проглотит, новый видос вышел, я, кстати, не видел, надо будет сходить посмотреть. Ты помнишь, дедушка? На фотосессии, со мной так поздоровался. Бля, братан, не помню, но приходи, напомни. Мама в араб с поиском мамы не помогает, мама в араб вообще не помогает, мама в араб сидит в Москве и только меня терроризирует. Вот. Артур, I'm first feel salute. Пантихай поскучаешь? Да, мы и отлично общаемся, типа, и, в принципе, часто видимся относительно с ребятами, поэтому нет. Но это было, как пел Александр Розенбаум, это было хорошее время и хорошо, что оно закончилось, потому что иначе, возможно, оно перестало бы быть таким хорошим. Так что, короче, мне кажется, все, всему свое время, поэтому антихайп, салют. Подари бабушке антихайп. Ким Шампунем пользуешься, слушает Head & Shoulders двойной уход, по-моему, есть такое ощущение. Привет, с Харькова. Харьков, салют. Среди, можно тебя спиздить и поселить у себя в шкафу. Я боюсь, что, исходя из моих габаритов, мне очень сложно будет спиздить, и вряд ли найдется шкаф, который сможет меня вместить. А, и чисто тизер будущих концертов на концерте в Питере будет Илья Плавник. Я не вижу, какие вам еще нужны причины, чтобы на него прийти. Что вам, Ильи Плавника, мало? из Манчестера человек едет, просто чтобы на вас посмотреть. Задумайтесь. Хотел бы Фит с Моргенштерном, как к нему относишься, можешь в эфире послушать Тернедон. Я бы хотел, жду предложений, когда поступят идеи в эфире, там, раздеться, облизать огурец. Нет. Я обещал, что придумал этот альбом, и я сдержу свое обещание, которое дал на концерте, братан. Это очень правильно. Держать свое слово, это для пацанов. Не, братан, не знаю таких шкафов. В свой шкаф я не влез, к сожалению. Знаешь, какого-нибудь охуенного неизвестного музыканта? О! Не знаю. Группа Wood Scream, послушайте. Хорошая группа. Слушал ее в школе. Недавно включил. Прикольно. Нормально. Фит с Локимином будет? Бля, Фит с Локимином завтра, братан. Стая, круто. 1993. Е. Е. Сказал, что випы будут фоткаться до концерта. Какие примерные даты? Примерные даты это даты концерта. До концерта, это в смысле за несколько часов. Храпит мой Кент. Вот там вот. Мой Кент. Тупо дракон. Тупо пожилая дракона. Вот. Что посоветуешь почитать? Не знаю, Пелевина почитай. Пелевин заебись. Мне тут еще один хороший человек подарил книжку. Бля. Нет. Короче, смотрите. Вот какая-то солидная книжка. Называется «Семь смертей Эвелены Хардкасл». Я не знаю, про что она, но почитайте. Если я не прочту, мне расскажете, что мне подарили ментов третьих. О, с Ларином там, со всеми вот этими пацанами. Слышал новый трек ЛСП? Как тебе? Кстати, сегодня послушал? Охуенно, охуенно. Вообще, ну, типа, прям, это очень круто, потому что это такой старый звучок ЛСП, который, мне кажется, уже не все помнят. Типа, времен там, Йопа и Виселицы и вот видеть цветные сны, вот этот дабстеповый, который Рома делал. Мне кажется, это вообще очень круто. Я Котожук, братан, я тебя понимаю, понимаю, как никто другой. Что скажешь про мое оригинальное чтиво? Я уже много чего сказал, мне кажется, слишком много, но это будет пиздец. Ну, типа, это будет очень круто, потому что, если это не будет очень круто, то я планирую повеситься. Вот. Я не хочу вешаться, поэтому это будет очень круто. Вот. Группа по типу френдзоны. Бля. Надо какая-нибудь, типа, зона риска, X-фактор, какую-нибудь такую группу. Недавно посчитал Гиго, заебись. Я, кстати, Гиго не читал, но говорят, что прям заебись. Слышал новый трек Face, юморист. Если да, то как тебе? Я не знаю, я не понял, почему трек называется юморист, потому что я... Вот трек Холостяк, там про холостяка. Да? Почему трек юморист называется, я не понял, ничего смешного не нашел. Хочешь ли фиток с Гладом Валакасом? Просто да, 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 пожилой рэпчик хочу. Альбом Face могу сказать только что Slime он меня не предаст. Slime Не, кореш, короче, мы с ним сидели и слушали, он говорит, блядь, это же реально саундтрек к аниме. И он, короче, захуярил видос типа аниме-мьюзик-видео из Наруто под слайм и там просто, блядь, Саски хуярится и там Slime он меня не предаст. Гениально. Жалко, вы этого не увидите, но случается. Видел? Да, видел охуенно. Слава красавчику. Бабушки, это наше все. Без бабушек у нас... Без бабушек не было бы мам, а без мам не было бы нас. Мне кажется, логика понятна. Параша, ты и твой фейс. Мне кажется, у меня нормальный фейс. Ну, типа, не самый отвратительный. На такой фейс и сесть можно, на мой взгляд. Существа из Майнкрафта. Я думаю, что Ваня Фейс просто переехал в виртуальную реальность. Они с Марьяной живут в земляной норе в Майнкрафте. Все по кайфу у них. Алмазы добывают. Волс отращиваю. Да, Волс отращиваю. Планирую стать как Лариса Долина. То есть, как минимум, доплечивался. Чисто голову под твой эфир помыло советую. Я тоже голову помыл под эфир, как видишь. Вот. Мне, кстати, вот вам еще чисто такой прикол. Мне один очень хороший человек, которого вы все знаете и кто-то из вас даже любит, прислал отличные биты, на которых я написал отличного рэпа и когда выход этого будет практически исполнением моей детской мечты. И когда это выйдет, вы поймете, почему я нагоняю интриги. Я никогда не умел этого делать, честно, но типа я бы не стал этого делать. Вот эти все спекуляции типа это пиздец, это будет разъел, господи, жестко. Я никогда этим не занимался, я никогда не пытался там вообще какое-то типа такое спекуляционное взаимодействие с социальными сетями создавать, но сейчас я считаю, что это действительно пиздец и говорю вам абсолютно честно об этом. Вдумайтесь. Сиди, блядь, в чате, модерируй чат, пиши, короче, выписывай мне никнеймы тех, кто выебывается на бумажку. мы их потом всех забаним. Когда Fits ATL не знаю, надо в Чувашию съездить, я слышал, в Чувашии маршрутка по 7 рублей. Вот. Это уже повод. Трек моря на концерте исполнишь? Кстати, может быть, я не знаю, не мой самый любимый трек, но было бы прикольно, мне кажется. Вот. Какая у меня прядь, а? Нихуевая. Что еще? Слай! Что по татухам? Ост. Знаете, ост. В свободу рыночным отношениям, пацаны. Свободу осту. Бля, еще Ваши там, как и у всех. Откуда ты знаешь, как у нас? В Питере 50 рублей, по-моему, стоят маршрутки уже. Что мне почитать? Блядь. Что почитать в начале толкового чтения мне 15, до этого по глупости не читал. Ну, не знаю, почитать какие-то типа там над пропастью воржи, трех мушкетеров, такие типа книжки, которые заходят, которые потом, ну, в более старшем возрасте уже не будут так круто восприниматься. Очень советую. Не проебываться. Ну, не по 7 рублей, а по 23 маршрутки. Ну, все равно в два раза дешевле. Спасибо за трек Бои Александров, твой главный шедевр. Ребята, вы с увидели в паблике вот эти все гениальные мэшапы под Бои Александрова? Мне кажется, это гениально. Мне нравится, подстригся. Хорош, братан, я не стригся уже, ну, около года, наверное. Больше полугода точно. Ну, спасибо. Пацаны, у кого есть слайм? Вообще. Салам алейкум, братья, в алейкум салам. Есть слайм у кого-нибудь? Напишите в чате, у кого есть слайм. Если кто-то имеет слайм, который никогда не предаст, ребята. Если у кого-то есть слайм, напишите об этом, пожалуйста. Группа ВК почистила из каких соображений? Из соображений чистоты. У нас дворник завелся просто. Новый. Сразу все вымел, нахуй. Кстати, я вот... Если делать батл, ну, это очень странно. Вот этот товарищ в маске, я не помню, как его зовут. Ну, типа, ХЗ. Странно. Не знаю. Ну, типа... Да! Сколько треков будет в альбоме? Ну, я планирую не меньше пятидесяти. Если будет меньше пятидесяти, считайте, я вас обманул. Как относишься к приятным подгонам от фанатов? Я отлично отношусь к приятным подгонам от фанатов, если это что-то приятное. Сразу скажу, мне этот 15-летнего фаната это не то, что бы я хотел получить. А все остальное, пожалуйста. Мне будет очень приятно. В Перми, кстати, был охуительный концерт. Вот реально из тура он запомнился чуть ли не больше всего, потому что в Перми... Нет, везде было вот, из последнего, который Going Postal Tour, везде было реально прикольно, типа, очень приятно, но пермская публика, это вообще, это просто прикол, нахуй. Я был вообще в потрясающем восторге просто. От Перми, я понял, что надо говорить не Пермь, а Пермь, и Перми, огромный салют. Вот такой. Картофель, это приятный подарок, но в голодный год, безусловно. Да, вот правильно говорит Яна Дыммашина, если у подгонов, приятных подгонов, меньше восьми ног, потому что мне однажды подарили паука на концерте. Я его взял, зачем-то, ну там, на автограф-сессии точнее. Я его взял, не знаю зачем, но я такой, ну я же не пузька, давай себе своего паука. А потом я понял, что я их боюсь пиздец, это был птиц. Ну вот такой вот, размером с ладонь. И теперь он живет у Яны. Вот. Таким образом, Яна спасла меня от паука. Иначе я бы, блядь, не знаю, что бы сейчас делал. А хуй его знает, где бы я был с таким пауком. Может и нигде. Могу тортик сварганить. Ребята, любое ваше творчество горячо приветствуется. Если вы хотите что-то... Принести на концерты, блядь, пирожки, рисунки, фенечки, пластиковый пистолет, карту города Москвы, приносите все, что вам бы было приятно подарить. Мы с радостью... Какие бы ее Александров даже можете приносить. Нам в прошлый раз на сцену штук 20 закинули, но, пожалуйста, приносите. Будет круто. Мы очень рады всему. Короче, что у вас есть? Больше всего, конечно, вашим деньгам, вашим прослушиваниям, вашим лайкам, вашим приятным мордочкам на концертах, а потом уже каким-то там подарком. Идешь на концерт Билли Эйлиш. Я пойду на концерт Билли Эйлиш только в том случае, если она готова будет подержаться со мной за руку в гримерке. Если так, я приду. Поэтому напишите ей, пожалуйста, я стесняюсь. Заходите к ней в комментарии, пишите. Если она согласится, я с удовольствием приду. Как себя чувствуешь? Да нормально. Сойдет. Бля, запустили, вот и ебаный челлендж в Букерку сбили. Короче, да. Подумаю над тем, чтобы запустить челлендж в поддержку моих платонических отношений с Билли Эйлиш. Я знаю, что я 15. Это чисто платоническая любовь. Мы просто за руку будем гулять. Типа у нас, я не знаю, почему, как бы усмирите ваши грязные мысли о какой-то похоти. У меня в жизни было достаточно похоти. После того, как я поцеловал фанатку на концерте антихайпа, я абсолютно целомудренный молодой человек. Все. Больше никакого секса. Вот так. Привет из Омска. Блядь, огромный салют. В Омск. В Омске было очень угарно. Там были охуенные организаторы. Я после концерта поехал в бар. И мы там сидели, короче, с мужиками, реально под 40, и слушали рассказы мужика, который прошел вторую чеченскую в составе ГРУ. Про то, как он просто, блядь, хуярился на войне. Это было очень страшно и очень круто. Вообще, Омску очень... Я не знаю, я еще раз обязательно приеду в Омск. Все говорят, что это, блядь, там худший город в России, что там очень грустно, что, блядь, люди бегут из Омска? Хуй знает, я приеду. В Омск вообще с кайфом. Короче, все, пишите, блядь, а лишь комментарии. Спасайте мои отношения, спасайте мою любовь. Если вы хотите, чтобы я был счастливым. Хилавису фиг не предлагал. Честно, мне кажется, что я в любом ситуации не вывезу, хотя я считаю Хилавису просто восхитительный и безумно надеюсь, что когда-нибудь мы с ней что-нибудь совместно сделаем. Вот. Альбом маргинальное чтиво 2019. Помните, как Навальный? 2018, маргинальное чтиво 2019. Можете делать логотипы, можете писать хэштеги, пишите во всех сетях маргинальное чтиво, где угодно. Вообще, на самом деле, это очень круто, это всегда очень приятно видеть поддержку, поэтому вам это 5 секунд просто написать маргинальное чтиво, а я сразу ох, у меня блять фан, ох, это фан-база, ох. Поэтому пишите везде маргинальное чтиво, да блять, парик отклеился, ёб твою мать. Пацаны, сори, какая-то хуйня с париком приключилась. Пишите везде маргинальное чтиво, везде, везде, всегда, каждый день. Проснулись, утренний койф, зарядочка, написали во всех соцсетях маргинальное чтиво, всё, можно в школу идти. Лёш, передай привет пацану. Салют. Всё, и можно в школу идти. Ещё раз, маргинальное чтиво, да, маргинальное 2019, ещё раз, встали с утра, кофе или чай, зарядочка, написали маргинальное чтиво 2019, пошли по своим делам, и весь день удался. Запомните, маргинальное чтиво 2019, это не трудно, это легко. Запомнили, закрепили, молодцы. Мерч будет, я уже говорил, мерч будет в ближайшие пару дней, его можно будет купить в паблике с доставкой, или забрать там в городе Москва, либо на концертах. у меня прическа нехуевая, нравится вам такую? Может мне такую носить, а? Ну, ставьте плюсик в чат, если хотите, чтобы я был как Оливер Сайкс. где бабки сейчас беру? Я продаю, а что вам знать не надо? Бананы. Шучу, не бананы. Понадобился ли диплом? Да, да, еще раз, да, диплом понадобился. А мне несколько раз приходили женщины в квартиру заниматься сексом, трахаться. Я, блядь, их надо чем-то развлечь, я показывал выпускной альбом, школьный, аттестат и диплом. Все. Показывал, я говорю, у меня красный диплом, а женщины не все, типа, мужчины все тупые, а женщины практически все умные, но не все. И вот, неумные женщины не знают, что в СПБГУ все дипломы красные. Ну, все, которые выдают. Такой у них цвет обложки. Я показываю, говорю, смотри, у меня красный диплом, она такая. Все. Сся снимает лифчик, говорит, все, вот тебе, вот я вся, забирай. Вот так вот, ребята, так что получайте высшее образование. Когда вознакаева, блядь, послезавтра, братан, сейчас на маршрутку сяду и поедем. Только сначала в это, блядь, в Балакова, потом в Ознакаева. Приветствия Петербурга, приветствия Петербурга, братан. Недалеко твой привет летел, сразу его поймал. С Этоном Ватлиным общаешься еще? Да. Мы читаем друга в Твиттере. Я надеюсь, ему нравятся мои шутки, потому что мне его, в принципе, да. Помнишь на стойке... Самары, как тебе, блядь? Я охуел. Не надо больше так делать. Пошел бы в Блэк Старр? Да, потому что там подают халяльные бургеры, очень вкусные, очень охуенные. С удовольствием. Если меня кто-то хочет пригласить в Блэк Старр, пожалуйста, жду ваших предложений. Но! Но! Вы мне, кстати, можете помочь. Муму Бургерс лучшая бургерная в Питере. No Discuss. Заходите на аккаунт Муму Бургерс, пишите Федебукер хочет с вами, блядь, поработать. Пусть они дадут мне бесплатную еду. Потому что их бургерную я уже пропиарил. Я считаю, что они уже должны мне чизбургер, как минимум. Я ведь прав? Безусловно. Какой ценник на мерч? Ценник на мерч доступнее некуда, ребят. Его может позволить себе даже ребенок. Если вы видели видео «Поясни за шмот», вы понимаете, что дети сейчас могут позволить себе Гуччи, Баленсиага, Пьер Карден, Гойер и другие дорогие как бы бренды, поэтому такую футболку от Федебукера может позволить себе даже ребенок, даже пятиклассник. Петь, да, это не динамик, это я не знаю, почему-то такая специфика звука. Только в инстаграме пропадающего, все остальное нормально. Здорово, здрасте. Баттлы будут? Нет. Что ждать от альбома? От альбома стоит ждать всего самого наилучшего. Возможно, он излечит ваших родственников от букета хронических заболеваний. Возможно, подарит вам надежду и веру в светлое будущее. Возможно, даже познакомит вас с первой любовью. Все это может сделать альбом Маргинальная чтива 2019. Чтобы получить все эти, так сказать, бенефит, просто пишите Маргинальная чтива 2019 во всех своих соцсетях. Просто ждите, поддерживайте и, ребята, вам воздастся. Все мы будем счастливы, но не на небесах, а прямо здесь. Играешь во что-нибудь? Я недавно прошел God of War новый. God of War новый, охуительный. Всем советую поиграть. Сейчас играю в Darkest Dungeon. Darkest Dungeon тоже охуенная игра. Всем очень советую. Как тебе качество бренда Волчок? Охуенно. Просто я вот сейчас сижу в штанах Волчок прямо сейчас и, как видите, чувствую себя отлично. Почему ушел из антихайпа? Потому что я хотел помогать бабушкам по-своему. У меня другой путь. Любимые конфеты? Я, кстати, конфеты не особо люблю. Ну, типа какая-то Рафаэлла вкусная, не знаю. Какие спальцы Джизус? Джизус охуенный пацан. Очень крутой. Спрошу еще раз будет ли мерч более больших размеров. XXL, например. Да, будет. Мерч будет огромных размеров. Просто необъятных. В принципе, если вы небольшой человек, можете покупать одну футболку на двоих и носить со своим младшим братом и со второй половинкой легко. как относишься к шоку. Отличные были батончики в 90-е шок. Очень вкусные. Мне очень нравились, жалко, что пропали. не знаю, мне не пишут, по нему скучаю. Как тебе платина? В моем стакане линь, это чистый линь, фанта и бензин, спредник один, чистый как сироп, сделаю глоток, сделаю, бля, еще. Два бара в моем стакане, стакане, сука, это точно мне поможет. Не люблю, когда мне больно. Я люблю, когда мне пох. Курим джойнты на районе, с пацанами мы на блоке. Черный, бензин, белый, бумер. Твоя, блядь, ко мне летит как пуля. Гениально, обожаю. Платину, кроме шуток, слушаю его. Практически каждый день получаю огромное удовольствие. Олджи Будда еще люблю. Вообще охуенно. Пацанам, Олджи Будда платина, салют, это, блядь. Это охуенно. Это надежда новой школы. Ну, типа, кроме шуток, обожаю, блядь. Просто огонь. И, пацаны, давайте последний вопросик какой-нибудь. Мне нужно будет делать дела. Мне нужно будет делать маргинальное чтиво альбом 2019. Я беру лишь твое сердце, но не боль. На трапе всегда можешь быть собой. Детка, как Алан Пугачев, сука, миллионы и алых раз. Скажи историю, чтобы поражать души. Ладно, напоследок я уезжал из Москвы недавно в Питер буквально пару дней назад. Я останавливался у своего кореша, у него типа дом и там, когда выходишь из дома, такая очень крутая горка вниз. Вот. И в Москве сейчас холодно и горка вся покрылась льдом нахуй и обледенела. А выход из дома, он прям, ну, на горке, короче, находится. Я вызвал таксиста, приехал таксист, остановился на этой горке, блядь, на ручнике, я вышел, сел, говорю, поехали. Он, блядь, газует, и у него начинают прокручиваться колеса, и он начинает нахуй вниз съезжать по этой горке. Я говорю ему, блядь, мужик, сдай нахуй направо, там есть сухой асфальт, у тебя передний привод, толкнешься и... Поедешь нормально. Он говорит, да, хорошо, и нихуя не делает, дальше продолжает газовать и медленно скатывается. И в итоге мы с ним, нахуй, на этой его ебучей део джентре скатываемся, блядь, метров на 30 вниз. И он останавливается, потому что тачка все, дальше не едет, а там внизу сугроб и тупик, больше нихуя нет. Мы сидим, я спрашиваю, что будем делать? Он говорит, можешь подтолкнуть? Мне не впадло, я вышел, пытаюсь его толкать, этот тарантайка, блядь, нихуя не едет. Нихуя, все, все обледенело, он буксует, закопался в ебаный сугроб, все пиздец, сидим, охуенно, вокруг, блядь, не души, темнота, сидим, охуенно, реально, блядь, просто супер кайф. Вот, мимо проходил чувак, еще один такой потлатый, мы им говорим, братан, помоги толкнуть. Он говорит, бля, базару ноль, мы уже вдвоем стоим, я с чуваком толкаем, таксист, блядь, за рулем сидит, нахуй, толкаем, нихуя не выталкивается, еще глубже это говно закопалось. Мы думаем, заебись, таксист говорит, я сейчас другого таксиста вызову, он приедет, нас вытащит. Я говорю, похуй давай. Он звонит таксисту, таксист говорит, бля, бля, сейчас подъеду, ябана. Короче, и таксист подъезжает, а мы внизу горки, и мы смотрим наверх, я вижу фары этого, блядь, таксиста, и он начинает ехать вниз по горке. Мы ему орем, мужик, блядь, ты ж нахуй скатишься вместе с нами, въебешься в нас. Он такой, да, блядь, сейчас подъеду. Мы ему говорим, долбоеб, стой нахуй, он такой, да, блядь, и нахуй съезжает еще один туда, блядь. Тоже по горке, на которую нахуй не заехать. Мы сидим вдвоем такие, заебись. Я, пацаны, два таксиста нахуй. Сидим, блядь, под горкой, сорок минут выталкивали, это говно потом, блядь, кое-как заехали. Заебись. Москва, Сергей Собянин просто от сердца в Госдуму. Вы супер. Реально, ваши коммунальные службы, самые коммунальные службы во всей стране. Нехуй сказать. Все. Ребята, салют Сергею Собянину, это лучший мэр. Я очень извиняюсь, если вас что-то обидело, я, блядь, беса погнал. Простите меня, пожалуйста. Все. В принципе, давайте тезисно подытожим. Прощальные концерты, 24 февраля клуб «Город Москва». 3 марта клуб «Новая инотека» Санкт-Петербург. Большая программа, куча гостей. Приходите. Всем в обязательном порядке. Иначе, иначе в школе получите двойку. А если не учитесь в школе, значит в школу вернетесь. Я бы вам вот этого не советовал. Два. Мерч запустится в ближайшие несколько дней. Его можно будет купить с доставкой в группе, либо можно будет забрать в городе Москва с самовывозом, либо можно будет купить на концерт. Еще один повод на них прийти, потому что мерч будет новый и просто охуенный. Третий альбом «Маргинальное чтиво» 2019 год. Это будет просто охуенно. Поддерживайте, пишите «Маргинальное чтиво», «Маргинальное чтиво 2019». Везде, где вы можете, это правда для меня важно. Если вы можете меня поддержать таким образом, сделайте это, и я отплачу вам самым лучшим, что вы можете только вообще себе получить. И скоро, очень скоро, подгоны прольются морем, вот, будет подгон, охуительный, просто мы старались пиздец, и я думаю, что это то, что вам нужно. Поэтому ждите, следите за соцсетями, будьте, че ты лохом таким стал, блять, потому что твою маму трахнул и заразился какой-то хуйней. Скоро вылечит. Поэтому следите за мной в соцсетях, пожалуйста, прости, пожалуйста, ладно, братан, прости за маму, я бесопогнал, реально не хотел, очень сильно, извиняюсь, прости, от души. Короче, поэтому следите за новостями, поэтому следите за соцсетями, поэтому будьте голодными, будьте безрассудными, скоро все будет. Друзья мои, на этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Федор Игнатьев, aka Booker, Маргинальное чтиво 2019, будьте со мной, я буду с вами, все вместе обнимемся и нахер пойдем. Спасибо. Продолжение следует...